Ну а в гостях у нас Светлана Корчагина, которая принесла нам очень много вкусного шоколада, чая. Она учредитель компании по производству как раз чая и сладости. Доброе утро. Слава, доброе утро. Доброе утро. Ну, о чем хороши чаи и сладости, о которых мы будем говорить, и к которым вы имеете непосредственное отношение, все это наше родное сибирское, вот, что называется, вышел за... Посмотри на эту красоту. А что это? Это шишка. Да, это кедровая шишка, молодая и сваренная, она очень мягкая, вкусная. Вот ее прям шишку можно съесть? Да. Да вы серьезно? Да, это очень вкусно, еще и полезно. Там очень много эфирных масел там внутри. Это бесподобно. Я предлагаю тебе либо попробовать, либо хотя бы понюхать. Ну, я понюхаю, конечно, попробовать, ну, разве что за кадром все-таки. Довольно серьезный эксперимент. Светлана, давайте поймем, что составляет основу вот сибирского нюанса, сибирского колорита. Вот что у нас есть такого, чего нет в других регионах страны, планеты? Что делает вот всю эту продукцию абсолютно эксклюзивной? Ну, насколько эксклюзивной, я не знаю, потому что там те же шишки, они могут и везде расти, но вкус сосна же, она везде произрастает. Но в нашей Сибири те же самые шишки, они вкуснее. Если даже взять кедровые, допустим, есть орех, даже на Дальнем Востоке растет, но он уже не тот, он не такой вкусный и не так много. Он такой большой и жесткий, его невозможно вот это, не посидишь так сильно. С него даже варенье плохо варится, он иногда, ну, прям портит варенье. То есть она, шишка насыщенная, ароматная, вкусная, да? Да, и наш сибирский, ну, видимо, сосны привыкли выживать в наших сибирских морозах, естественно, они настолько, у них сила такая, что вот все сосновые шишки, у них вкус очень прямо, ну, вкусный. То есть если везти гостинцы кому-нибудь, тот, кто не проживает в сибирском регионе, это однозначно будет шишка? Да. Это однозначно будет шоколад, вот индивидуальный, да, какой-то? Да. Расскажите про шоколад. Я даже хочу еще немножко сказать, что вот даже шишка у нас в Красноярском крае, она вкуснее, чем, допустим, на Алтае, потому что там уже климат немножко теплее, и шишка уже немножко вкусная, и консистенция шишки, когда я варишь, она совершенно отличается, очень разная. Вот. Шоколад, конечно, мы используем бельгийский, но вот все наши ингредиенты, это наши собранные здесь, и шоколад делается вручную. Тут малинка тут у вас? Здесь с малиной, да, это сублимированная малина. А, здесь с малиной, шишкой, ну и шоколад в том числе. Да, есть вот с кедровым орешком, вот молочный шоколад очень вкусный. Да, класс. Со смородиной. Смотрите, у нас тут чаи. Да, здесь... Вот, кстати, там, Мариношка, может, разольешь? Вот это мы что заварили здесь? Это мы заварили купаж чая, иван-чая с аган-дайля и курильским чаем. Здесь подобраны такие травы очень... Кроме того, что иван-чай, он очень полезный в плане... Там у него прям половина таблицы Менделеева, настолько вот очень много полезных веществ разных. Ой, спасибо. Здесь трава такая, с аган-даля, это очень знаменитая трава, она произрастает в Анголе, Алтае, да. Она еще полезная, кстати, это вот вместо энергетического напитка, она очень силы придает, и с утра... Нам как раз с утра тут не хватает порой. Вечеру ее нежелательно пить, потому что она достаточно так энергию придает. Энергия нам прям нужна. Это трава монахов и... Ну это для тебя, Алексей. Посмотри, как преобразился твой взгляд сразу. Ты же ожил сразу, понимаешь? Все это, естественно, собирается вручную. Я про что хотела. Давайте еще вот... Я так понимаю, что это мед или это... Нет, это сосновая шишка с кедром орехом. Давайте про нее немножко расскажем. Я вижу, что здесь также, посмотрите, да, здесь шишка и кедровый орех, и все это каким образом сделано? Вообще сосновая шишка собирается две недели в году. Это еще молодая шишка. Да, это молодая зеленая шишка, да. И она собирается совершенно зеленая, и при варке она становится очень мягкая. Так. Ее вот очень... Ну, во-первых, она собирается вручную, не повреждается ни одно дерево, потому что специальные приспособления, веточку оттягивают и как ягодки собирается. Вот. И она очень... Там очень много эфирных масел. Вот при кашле прям незаменимое средство вместо различных лекарств. Вот это профилактика. Класс. Светлана, смотрите, вот у нас тут стоят такие... Ну, чтобы не смущать ни зрителей, ни руководства давать, что у нас тут, что... Это сиропы. Это сиропы. Это сиропы. Когда варится кедровая, сосновая шишка. Не бояришься, это сиропы. Что за сиропы, расскажите. Ну, когда варится шишка, остается сироп сосновый, либо кедровый. Либо мы еще вот сделали калиновый сироп. Это добавляется в кедровый сироп, мы варим, и добавляется туда калина. Калина тоже это очень такая ягода, достаточно полезная, очень сильно ее... Ой, цветет калина, да? Да. Это мы помним все. Давай еще буквально вот чуть-чуть еще вот про этот продукт. Это вот новая у нас тоже продукция. Это сгущенное молоко цельное. И в нем вот мы делаем, варим сгущенное молоко вместе с сосновой шишкой, кедровыми орешками. Изумительный десерт получается. Слушайте, оставляйте все. Сгущенка с шишкой. Мы их оставляем. Класс. Потому что это продукты, которые мы любим, которые все любят, которые, я надеюсь, если вы не пробовали, попробуйте обязательно. Это просто я пробовала с ног сшибательностью. Светлана, у вас, конечно, очень смелые разработки вот в области колорита сибирского. И, конечно, вот разнообразие ассортимента поражает. У нас там все попроще. Мы сейчас просто обращаем ваше внимание на наш интерактивный опрос. По-вашему, вот скажите, блюдо сибирской кухни стопроцентное. Блины или пельмени? Ой, даже не знаю. Вот смотрите, у нас там 50 на 50. Ваш голос решающий. Надо по ретескать. Мне кажется, это все-таки блины. Блины, да? Все-таки блины. Вот ты уже третий голос за блины, понимаешь? Слушай, я тоже за блины, по крайней мере. Вот блины, они какие-то, это какая-то утренняя история все-таки. Ну, да, наверное. Я всегда утром их... Пельмени это вот, идешь с работы, зашел, а что, взял пельмени? Спасибо большое. Еще раз напомню, Светлана Корчагина, учредитель компании по производству чая и сладостей. А это вот, друзья, из тут... Ну, я в восторге. Я в восторге. Спасибо вам огромное. Сейчас блок полезной информации, и сразу же вернемся в студию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...